В своих видеороликах я очень много рассказываю о духовности, о закрытых и открытых людях, о том, как чувствуют люди открытые энергию. И вот в моей жизни, конечно, сейчас очень большие перемены происходят, в том плане, что я участвую в «Альтернативной истории» второй сезон у Александра Король, и со мной происходят тоже вот такие всякие внутренние изменения, что вот просто ощущаю внутри, что полностью у меня вот всё меняется, происходит такая перезагрузка мощная, и что-то прям вот внутри включается всё. И в таком состоянии, вот я вчера гуляла по городу и ощущала объёмность, краски такие, что город другой, как будто вот я реально в параллельный мир попала. Вот видоизменённое такое состояние сознание ощущаешь, потому что вот подключено на эту высокую частоту у Александра, и так всегда происходит. Вот если взять фильм «Капитан Крюк» тот же самый, то там происходит, что сидит герой и кушают они там за столом, и он же не видит вот эти тарелки там, потому что он вот в состоянии ума. И когда он уже отключает ум, то он уже видит, что есть на самом деле в тарелках еда-то. Вот, как бы типа сказка-мистика, но доля истины там есть, в том, что как раз вот так и в нашем обществе закрытому человеку хоть сколько показывай заряженные там фото, камней там, энергетика, они ничего и не почувствуют даже, потому что у них вот они находятся вот именно на чистоте ума, там, где нет этих вот чудес. А мы вот как раз сейчас все, кто участники альтернативной истории, все подключены к этой вот мистической чистоте, чистота чудес, парадокса полного. Конечно, на чистоте ума парадоксальных явлений никаких там люди не могут заметить, потому что, во-первых, ритм жизни совершенно другой. И такие даже и техники-то, вот и практики, они медитативные делают, у них они не всегда получаются, потому что вот они не могут замедлиться вот этот спокойный ритм жизни сделать для себя. А когда нам вот сейчас в клубе показывают, Александр, всякие камни, какие там такие от метеоритов и все, инопланетное такое все, там только при одном виде сознанием подключаешься и все. И начинается сразу такое состояние необычное происходит, интересное. Что характерно, что такое состояние, многие добиваются получить, почувствовать его в том плане, когда именно делают вот эти медитативные практики. А тут даже и не надо делать медитацию, только посмотрел, и ум уже отключенный, и все. Просто это вот великолепно, когда вот так вот с каждым днем чувствуешь вот эти изменения в себе, и что ты уже совсем другой, совсем иной становишься. И это вот никак словами не описать, не сказать. Вот это я говорю наподобие, как вот в фильме «Капитан Крюк» показано, что поверить, да, вот дается именно. И что вот он поверил в эту чистоту, где чудеса. И вот он начал это все видеть и ощущать, и летать там, да. Вот так же и здесь вот происходит все это мистическое, вот ты можешь это ощутить. Только вот подключив свое сознание, вера должна быть обязательно. Тогда вот каждый это может вот в себе реально чувствовать, эту энергию, энергетику этого всего. Конечно, когда вот такое вот происходит алхимическое видоизменение внутреннее, и чувствуешь такое вот тепло в груди, даже жар такой вот в голове возникает, все вот хочется делать прямо по душе, именно сразу на что падает внимание мое. Я стараюсь это отмечать, идти по городу, больше снимать себя в таком заряженном состоянии. И наблюдаю за людьми, которые проходят вокруг меня, и все такое вот так интересно это наблюдать, все как будто это вот действие происходит, как за стеклом. Вот такое вот ощущение, а ты в другом мире. Так что вот такие вот изменения у меня сейчас происходят в жизни. Кстати, есть техника такая вот у Александра, давно уже давал он ее, что и я как-то говорила, что в солнечный день нужно выходить, гулять по городу, или где вы там проживаете, и как можно больше делать фотографии себя. Если ты на чистоте без ума, то это лучше делать после шести часов, когда уже закат солнца, и это очень положительно влияет на психологическое здоровье. Еще из элементов таких, что слушать музыку позитивную, которая отключает ум, и смотреть, что происходит вокруг, под другим восприятием, все вот это вот наблюдать, как ты чувствуешь энергетику города. Интересно еще вот то, что так, в таком состоянии можно ведь почувствовать не только энергетику города своего, или там места, квартиры, где проживаешь, но и стран. Если, допустим, выезжаешь в другую страну, так же можешь почувствовать, на какой частоте эта страна находится, какая энергетика у нее. Вот когда так Александр ездил по странам, и путешествовал много, и он отмечал, есть вот низкочастотные страны, есть высокочастотные страны. Все вот так вот больше открываясь, открываясь, вот так вот получается человек, когда все делает выбор свой там только по душе, а абстрагируется от старого и прошлого, тем самым он себя чистит и чистит все больше, и двигается на более такой высокий уровень, продвигаясь, вот, и отмечает для себя все вот эти вот перемены, которые с ним происходят в этот момент, что выбор отмечает уже какой именно ему вот хочется, как ему дальше жить. Осмысление жизни полностью происходит, анализ такой конкретный включается, что устраивает, что не устраивает, какие цели и задачи дальше ставить, в каком направлении вообще дальше двигаться. Вот это вообще невероятно, вот такие вот вещи происходят, когда полностью меняется твое мировоззрение. Мировоззрение, конечно, нужно свое вот так вот отслеживать и менять, постоянно уходить от старого, потому что, допустим, если взять, то вот как у нас в обществе все это складывалось, да, там, царское время, революция была, потом вот у нас все, вот эта система рухнула, эти перестройки, 90-е годы, когда наступили вот эти вот все бандитские времена. Если взять школу, в которой даже я училась, вот эти вот все навязанное, что нужно вступить пионеры, октября-то пионеры, там, что если ты комсомол, и если ты не вступила туда, в комсомол, все, ты уже чуть ли там не из боя, ты уже не с этим обществом, все вот так вот было как-то вот навязано нам. И, конечно, сейчас все очень круто поменялось, и это все ушло, система эта рухнула, и к чему мы вот пришли, да, что, наоборот, даже работодатели сейчас, они больше смотрят на то, как у человека вообще, как он социально-материально развит, и как у него даже они отмечают, как социальные сети ведет человек, что он, какую жизнь там показывает. И если там у человека три фото всего, вот таких очень часто я встречаю, друзья добавляются, то на аватарке там у них кошечки-собачки стоят, то о чем это говорит? Низкий уровень развития у человека, социальной адаптации совершенно у человека нету. Всегда задаешь вопрос таким людям, а вообще есть что скрывать, что ли, от других людей? Вот почему такой скрытный образ жизни ведут люди? Почему не показывают себя, не самовыражают как-то? Вообще к таким заходишь на страницу, там смотреть нечего, наблюдать совершенно, нечего отметить, чем вообще человек живет и дышит, что он собой представляет как Личность. И вот особенно мне много там пишут комментарии под моим видео, когда я много говорю про осознанность людей, как быть по-настоящему открытыми. И такие люди пишут, что несложно быть открытым человеком, а при этом у самих на аватарке стоит картинка, даже не их фото отображается. И где же тут вот открытость таких вот людей? Мне вот непонятно. И это вот, когда человек вот так вот ведет свои социальные сети и показывает, что он там путешествует, яркий образ жизни, то работодатели даже вот они не смотрят на образование этого человека, но они отмечают для себя, что этот человек адекватный, креативный, и что такого можно взять в команду на работу. А если это все равно, что вот находиться, чувствовать вот эту новую волну и быть как над волной и под волной. Вот волной – это вот как раз те люди, у которых вот на аватарках вот эти вот стоят непонятные фото, то и Иисуса, то и эзотерические картинки ставят у кошек, собак. И у самих, как я рассказала, заходишь там, три картинки, даже личных фото нет. И вот эти вот люди, они как под волной. Получается, что их как будто бы вот то время старое вот задавило, и отпечаток наложило на них, что вот они вот до сих пор находятся в старом, под старым влиянием. То есть мировоззрение этих людей не поменялось. А те, которые вот креативные, в моде постоянно, вот они на этой над волной идут в ногу со временем. Те, кто вот над волной, те как раз вот яркие личности, они самовыражают себе, снимают видео, не стесняясь своего образа жизни, максимально открыты. И ими вот не движет вот эта вот забитость, страхи никакие. И тут вот не надо же больших вложений финансовых, вообще оправданий никаких вот таких вот нету, что там в деньги все это убирается. Все зависит от желания только человека сделать что-то новое, даже сделать то видео, которое можно выложить на своей странице. Но вот почему-то те, которые под волной люди находятся, они вот не хотят этим заниматься, что-то вот интересное предоставить в контексте своей страницы. Такой контингент, они больше вот сидят, в основном тратят свое внимание на различные комментарии к другим людям. В основном это комментарии не очень положительные, а стараются все что-то вот как-то других обхаять, там написать что-то негативное. Но вот опять же можно отметить, чем вот эти люди не заполнены, сколько света в них, вот в этих людях. И вот у тех людей, которые не зациклены вот так вот на прошлом, они просто берут, делают и выкладывают вот эти свои видео на своих страницах, рассказывают что-то интересное, информацию какую-то. То есть у них нет осадка прошлого. И таких вот людей, конечно, мы можем замечать в своем окружении, что они вот очень многим недовольны в своей жизни, все терпят. И у них вот как-то вот прошивка вот эта вот старая такая вот, отпечаток вот наложила в то время, еще вот как эти вот программы, да, что было навязано обществом. И они, эти люди со старым менталитетом, прошивку в себе вот эту вот не меняют. И остаются вот на этом низком уровне развития. А где же вот тогда вот это все вот настоящее и светлое, да, вот в людях, если они вот, ну, не хотят, не двигаются вперед и просто не задумываются даже об этом, их вот устраивает такой вот образ жизни, когда они все вот выбор даже делают свой, вот не по душе, а в то, что им вот навязывают все. Идти работать туда-то, учиться, родители говорят, идти учись на учителя или на врача, потому что будешь нас лечить, допустим, да, вот так вот. А ребенок хотел вообще вот другую специальность, быть артистом, например, там, или в цирке там выступать, ну, вообще образно так вот говоря. Вот цели и задачи и мечты, допустим, другие были и реализация своей личности, а родители взяли и все поменяли, навязали. Вот иди это, потому что хорошо, и это так вот выгодно. Все это вот умом вот так вот навязывается. И в итоге вот судьба у человека совершенно уже иначе складывается. И потом происходят различные ЧП в жизни, потому что уже, как говорится, сошел с пути, называется. Вот такое есть выражение. И на психике откладывается это. И вообще вот так во всем, даже что если полюбил девушку, кто-то по деньгам выбирает, кто-то по любви, а кто-то вообще не по любви, а просто вот опять же по этой выгоде, то, что удобно, комфортно просто, и лишь бы там ходила жена по дому, и бы там занималась, и за детьми следила, что очень часто это отмечается в странах таких, как, кстати, в восточных странах, вот менталитет там такой, что там женщина вот только как рабыня дома сидит, и ни в коем случае никого не хочу там оскорблять, конечно, тоже там тоже все уже меняется, вот все иначе уже становится, но еще вот эти вот остатки прошлых времен тоже мы видим, что женщина только занимается бытом и детьми, а она не саморазвивается, не идет в ногу со временем, и как вот хотят работать там, добиваться своих каких-то поставленных целей, а мужья их наоборот за бред на это все дают, ну это и есть и в России тоже, ну вывод какой вот, да, из моих вот таких вот рассуждений, тот, что нужно все равно вот выбирать все по душе своей, быть максимально собой, чувствовать себя, энергетику вокруг, людей, вести нормально социальные сети, креативно, вот, больше общаться с людьми, делайте больше медитативных практик, и будьте собой всегда, и всех благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok